Так, значит, народ просит меня рассказать, как пользоваться кнопочками блокировки ключевых кадров. Это вот эти вот две, рядом с режимом анимации. Ну, как ими пользоваться и вообще, зачем они нужны? Ну, пользоваться ими очень просто. Вот мы сейчас сделаем кружочек какой-нибудь беленький. Вот, ага, получился беленький. Так, вот, давно не сидел за синфигом, значит, сразу видно. Итак, когда у нас обе эти кнопочки нажаты, это значит, что синфиг у нас будет учитывать все ключевые кадры. То есть, если мы поставим три ключевых кадра, давайте поставим четыре. Вот, и мы сейчас находимся на тридцатом кадре. Это пусть пятнадцатый будет. Пятнадцатый. Вот, включим режим анимации и изменим позицию нашего кружка. Вот, и синфиг автоматически старается сохранить позицию кружка на всех предыдущих ключевых кадрах. Для этого ставят фиксаторы на предыдущем и на всех следующих. И поэтому фиксаторы появились на следующем. То есть, у нас движение кружка получилось вот такое вниз и вверх. Вот. Удалим всю анимацию. Теперь, если мы отключим одну кнопку, вот, например, заблокировать предыдущие ключевые кадры, да, то мы сейчас изменим позицию кружка. И вы видите, что синфиг расставил фиксаторы только для следующего ключевого кадра, а предыдущий, вот, ну, ему, в общем-то, пофигу теперь на них. То есть, у нас кружочек, он на этом промежутке, на всем, что было до этого, он, там, наши изменения распространились, в общем-то, туда. То есть, вот, что у нас получилось. Вот. Ну, и аналогичным образом, если я отключу кнопку заблокировать следующие ключевые кадры, а, это включим, например, то у нас получится наоборот. Он заблокирует все, что было до этого, будет сохранить позицию до этого, а все, что после, ему тоже будет пофигу. Вот, так у нас и получилось. То есть, на следующих ключевых кадрах он дополнительные фиксаторы не расставляет. У нас получается, он стоял-стоял, мутил вниз, ну, и там остался. Вот, и, наконец, если мы отключим все, так, грохтим анимацию, если мы отключим все, и, так, обе кнопки отключим, то он вообще не, он все будет игнорировать все ключевые кадры, как будто у нас их нету, то есть, можем вообще их даже не ставить. Он теперь только ставит фиксаторы, только тогда, если мы что-нибудь изменяем. Вот, собственно, и все. Так, теперь, зачем это все нужно? А нужно это бывает довольно-таки часто, когда мы работаем над сложными сценами. Давайте попробуем что-нибудь так, режим мультипликации, анимацию выключим. Так, добавим человечка. Вот у нас человечек такой, простенький. Будет у нас персонаж. Так, это нам не нужно. Давайте сделаем какую-нибудь простенькую анимацию, как он у нас машет рукой. Сейчас я все ключевые кадры убью. Первый оставлю. Поставим его в исходную какую-нибудь позицию. Может быть, даже чуть меньше. Вот так. Так, все, вроде как. Такой человечек, пусть он нас машет одной рукой. Помашет нам. Значит, поехали. Первый кадр нас устраивает. Сейчас он руку эту поднимет. Окей, поднял руку. Так, мы в режиме анимации. В режиме. Так, теперь вот он ее поднял. Ну, ту-ту-ту-ту-ту. Значит, пусть он здесь ее поддержит немножко, причем начать махать нам. И поехали. Начал махать. Так, ну дальше кадры можно раскопировать. Так, ну что у нас получается. Ну и чтоб это все хорошо выглядело, для органических движений можно поставить TCB. Поиграться с таймингом. Вот он у нас машет рукой. Давайте сделаем последний кадр, все-таки вот такой. На этом пусть все завершится. Вот у нас машет рукой. Мы сделали эту анимацию, значит, предположим, мы делаем эту анимацию не для себя, а для какого-нибудь клиента. И вот ему нужно было, чтобы он махал рукой. Ну, в общем-то, сделали, показали клиенту. Он говорит, все замечательно, но только нужно, чтобы вначале вот он, человечек одной рукой машет, а другой рукой он сначала висит, эта рука, а потом он взял ее и поставил на пояс. Ну, окей, нет проблем, и нам нужно сделать, вот чтобы он с нулевого кадра, вот она висела, а вот здесь он, значит, руку на пояс поставил и, значит, машет с этой рукой на поясе. Вот, но обратите внимание, мы сейчас, у нас вот все следующие ключевые кадры, они нам начнут мешать, как только мы начнем делать анимацию сначала для другого элемента. То есть, вот у нас режим анимации включен, мы берем вот эту, так, вначале мы ее ставим, ну, пусть так и остается, мы идем на следующий ключевой кадр, jump, опс, это не следующий, вот это следующий, и ставим руку ему на пояс. Вот так вот, вот он, так, руки в боке теперь. Замечательно, отлично, так, конечно, лучше выглядит, клиент знал, что просил, но у нас получилась проблема, потому что у нас же есть, здесь все нормально, он сохранил, вот он ставит руку на пояс, конечно, деревянно как-то, давайте сделаем, чтобы он ее ставил получше. Вот так, чтобы от локтя, чтобы движение шло, все равно фигня, ну, ладно, ну, сделаем вот так, он висит. Промежуточный сделаем. Ну, так лучше. Да, но не важно, в общем, мы сделали анимацию, что он вот здесь вот ставит ее, вот на этом промежутке свою руку на пояс. У нас есть же следующие ключевые кадры, и на всех этих следующих ключевых кадрах синфиг, он, естественно, сохранил предыдущую позицию, которая у нас была изначально, то есть он раз и возвращает ее туда, где она была. И что у нас получается, нам придется на каждом этом ключевом кадре опять его выставлять в правильную позицию. В общем, вот в такую, а выставить в правильную позицию у нас не получится, потому что, ну, мы не знаем, как она точно там стояла, эта рука на предыдущем кадре, и поэтому он ей елозить постоянно будет. Вот видите, в общем, что попало, получается, и все из-за того, и потом на следующем нам опять выставлять, и на следующем он постоянно будет ей елозить этой рукой. Нам мешают следующие ключевые кадры. Вот, и поэтому вот как раз и существует вот эта вот кнопочка. Мы просто можем сделать так, что синфиг будет не видеть всех наших следующих ключевых кадров, и поэтому он не будет мешать нам анимировать. Давайте отменим все это безобразие. Ну, как я надеюсь, он не вылетит, любит вылетать на отменах, там, на всяких других добрых операциях. Тут вроде все нормально, вот мы все отменили, у нас все хорошо. Да, и теперь вот я заново сделаю анимацию, как он ставит руку на бедро, на пояс. Значит, но перед этим я обязательно отключу блокировку следующих ключевых кадров. Все следующие относительно курсора ключевые кадры будут игнорироваться. Так, я, наверное, это уже раз в сто сказал. Так, ну ладно, повесим руку. Как-то посвободнее. Вот, и давайте вот... Видите, рука сохраняет у нас свою позицию, так как она была на последнем кадре, который мы редактировали. Вот мы поставили руку на пояс. И видите, все окей, здесь никаких дополнительных фиксаторов не появилось. Ну, руку мы сделаем так же анимацию, поживее. Ну вот, собственно, желание заказчика выполнено. Счастлив. И доволен. Вот. Ну, иногда бывает, что мы... В общем, полезные кнопочки. Иногда бывает, мы делаем анимацию персонажа, как он идет. А потом начинаем делать движение, там, одежды, как она колыхается. И тогда мы тоже можем отключить те кадры, которые нам мешают. Иногда нам бывает нужно, что мы делаем анимацию сначала в одном направлении, а потом начинаем двигаться в обратном направлении, и нам нужно, чтобы предыдущие кадры тоже игнорировались. За этим мы иногда отключаем ключевые кадры. На этом все. Спасибо за внимание.